Девочка-пай 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Софья Петровна, первые и третьи школы, решили создать музей. Софья Петровна проводила НАТО «Будет музей», который очень большинство восстановлено. И все это время, когда Александр Ильич в переходе мне рассказывал, как они, как надо автоматизировать, это очень сложно, финансовые части, стекло, рамки, пол, красное, что было. Ну, каждый год стоит денег. И вот на этом месте, как раз, когда очень активно помогала, еще такая молодая Нина Киллокина, и всегда вот разрешит твое на рисунок, и, знаете, только в своей помочи, он всегда приходил такой оживленный, вот и сегодня у него мрад, и именно его жизнь. Ну, в общем, вот так создался этот музей. И знаете, что вот любой другой что-то такое хорошее сделать, надо поддерживать. И вот управа, или же вот наше посредство, или еще какие-то активисты надо, вот так ли, чем нужны словами. И вот как вот они управляются, я не знаю. вот в который раз мы с детства в этот класс ввели, или оборудование, это занавески все выгорают, или рисунки тоже какие-то выгорают, и, в общем, все пол, красные, это все нужно. Хотя бы вот так немножко оживлено за финансовой частью помогать. Хоть то, вот управление, или вот представительство, еще какие-то организации ежи. Надо поддержать вот каких активистов. И вот сейчас вот молодая Наталья Владимировна начала вот класс ввели, или как взручный. Мы сейчас посмотрим. Ну, и я, что я могу, и экс-модействие, и вот, когда за тем, что Павла Владимировна ввели, да, мы здесь вот, да, посмотрите. Совершенно разные мои почи, что дочи решили, что папа решили. Ну, спасибо вам, Кина Георгиевна, материнские огромные, спасибо. И вот активистов, школы, учителей. В общем, я перед вами подняюсь перед вами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Удивитель мамы у Нади была. Я поэтому думаю, что Надя, в этом смысле, посчастливилась, но она своим необыкновенным талантом как бы отблагодарила судьбу за то, что мы были такие прекрасные родители. Вот, ну, конечно, Анаталья заедала мне, можно сказать, множество слов. И человек, она очень молодой, и очень здоровый, и даже очень нездоровый, находит в себе силы быть публичным человеком. То есть она и не приглашает себя гостей, не побывает люди официальные, и кто приходит по КИ, по КИ, по КИ, по Своему личному порыву. И всех она поднимает, со всеми она беседует, всем она дает, так сказать, на частичное знание, этого духа она делала, в котором тоже существует и живет. Конечно, мы представляем себе, каких это вот морально требует от нее силы, и она, так сказать, никогда не поступит интересен, она всегда готова. Это в этом году, я работала раньше в театре, а наш политмистер, он из Москвы, в этом году будет в июле 100-летие. Мы маленькие книги, просто мне хоть прислали одна, так приятно. И книга же всегда останется. Ну да, конечно. Я очень проводила. Угу. Ну хорошо. Солития. Угу. И еще какие там, из Сахалина пишет одна женщина, вот у Нади, я послала, вот Артек, один месяц в Артеке, да? Да, в Артеке, да, Ат Киселев. Ну Ат Киселев, ну что с ним-то? Он, он парализован, он ее мыть сейчас 90. О, да. Какая точка, она ухаживает. Он еще вот в кресле сидит и все, и там все, она и подмывает, она все делает. Да. А где он живет? У него шикарная квартира по Люблину. В Люблину он живет, да? Ну вот слушайте, хочет со мной поговорить, голос, длинное звонит, а он только, и вот там, очень ничего, и смеет и все. Вот человек писал, говорит, да, 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 я же его помню, эти книги-то не было. Вот так, вот так. А вот тогда книгу «Девочка и олень» кто написал? Ой, это Пашнев. А, Пашнев. Он еще переиздал, вообще там. Да? И потом, знаете, как вот вы не читали, год там назад, что ли, у меня где-то есть еще, «Вечерка», что ли, про Надю написано было, там, ой, такую чепуху, она была влюблена, Маракандоновича, Маракандоновича, ой, бог знает чего. И потом там же написано, что родители, во всем, тихо, и так ушли на свет. Я тоже умерла для него. Ой, кошмар. Нет, он говорит. И ведь, я думаю, Наталья Леонидовича, даже два человека говорили, что вы умерли, Так что по слугам он пишет. Да, да. Он так, ах, он говорит, в творец Пионер переходил, а творец Пионер мне тоже знает, извините. Ну да. Наталья Леонидовича, как он прямо схватил, что он написал, что он написал. Ужас какой-то. Вот. Вот так бывает. Ужас чепуху напишут, и я уже. Угу. Ну ладно, Наталья Леонидовича, мы больше вас не будем утомлять сегодня. Ужас немножко хоть перешла себе. Ну да. Да. Вот вы сейчас лягте, отдохните, а потом как-то вот Наталья позвонит вам, мы созвонимся с вами, хорошо? Она придет, когда вы будете получше себя чувствовать. Запишет что-то, да. Там это самое. И вы нам подберите, пусть фото будут как-то, что нам дадите. Для этого надо, вот пришли, или Наташа, с кем-то вот. Да. Наташа с девочками придет. Потому что, что надо. Наташенька, девочек возьмете тогда, хорошо? Да. И потом я ходила. Вот, например, лежат некоторые книги, отзывы из всех городов. Ну да. Тоже у вас там столы, сохраняются. Да, да. И открывать можно, что люди писали тогда. Да, что люди писали. Да, да. У нас тоже там они есть, наши книги отзывы, хранятся тоже. И это тоже девчонку могут принести туда. Да. Вот я иногда так плохо, но если мне не будет, вы никогда не, у Зои говорят, ой, Наташа не умирает. Ой, подожди.